МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 января 1991 года. Самые главные передачи страны. В программе «Время. Переполох». Я включаю микрофон, говорю «Добрый вечер». Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Вдруг погромко, звук не идет. Не работает микрофон. Не включается. Виктор Анна Шатилова зачитывает важнейшее правительственное постановление о срочном обмене 50 и 100 рублевых купюр прямо со следующего дня. Но зрители не слышат ни слова. Не работает. Уже и в журнале написали, что у нее дома лежало 8 тысяч рублей именно в этих купюрах. И она от ужаса упала на пульс, и микрофон вот этот вырубил. Мы простояли здесь с утра до полу первого, и нам сказали, что уходить, и никаких распоряжений не было. Неожиданная реформа должна ударить по спекуляции, коррупцией и нетрудовым доходом. Если люди просто греются, это одно. А если люди греют на этом руки, то тогда это плохо. Но на самом деле происходит, как всегда. Без сбережений остаются десятки тысяч честных людей. В народ уходит хлесткая поговорка. Собака Павлова. Эти деньги мы положили аккуратненько на сберкнижку. И потом пришел этот толстый дядя Павлов. Пришла эта Павловская реформа. И все эти наши деньги... Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в этих очередях нет. Его миллионы в трешках и пятерках. Но ему тоже нужно срочно спасать свое состояние. В этой квартире продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин устроил хранилище денег. Банковскую ячейку. Столько не поместится. Разин торопится. В тайниц минуту на минуту могут нагрянут следователи. Деньги надо спасать. Разин успеет перепрятать свои миллионы. В руках у сыщиков останутся. Только обрывки купюр. Поехали. На советской эстраде все было просто. Попал в обойму союз концерта. Значит, жизнь удалась. На сцене только идейно проверенные коллективы. Неблагонадежные музыканты тайком проводят так называемые квартирники. Печатались эти билеты на каких-то праздничных открытках. А стоили эти билеты, естественно, намного дороже, чем билеты на концерты Иосифа Кобзона. За что организаторов концертов во время от времени брали за задницу и сажали в тюрьму. За незаконную концертную деятельность сажают не только организаторов, но и некоторых исполнителей. Например, солистку группы «Браво» Жанну Агузарову и создателя группы «Воскресенье» Алексея Романова. Позвонили из областной прокуратуры и сказали, надо осудить. Я понял, что меня сейчас сожрут буквально. К началу 90-х в стране перестройка и гласность. Теперь разрешено все то, что не запрещено. По всей стране, в каждом трудовом коллективе идет нелегкий, но мы уверены, необратимый процесс обновления и перестройки. Шоу-бизнес принимает слова генсека к действию. На эстраде появляется огромное количество способов лихого заработка. Но погоня за легкими деньгами порой заканчивается трагически. К началу 90-х государство дает зеленый свет индивидуальным частным предпринимателям. Появляются первые официальные миллионеры. Оператор Артем Тарасов объявляет о том, что получает аж 3 миллиона в месяц. Вместе со своим партнером Германом Стерлиговым он зарабатывает даже на изготовлении гробов. Рекламный девиз гласит «Без диеты и аэробики вы повеститесь в наши гробики». Давайте всем ничего не иметь. Это пролетарская наша сознательная, чтобы никто не имел. Если имеем два костюма, это плохо, да? Артисты тоже регистрируются как частные предприниматели. Теперь они сами определяют себе зарплату. Доходы отечественных звезд стремительно растут. В основном теневые. Появляется так называемый черный налог. Стандартная ставка артиста в Советском Союзе 30 рублей за концерт. В месяц выходило около 600. При средней зарплате в 150 рублей. Но в Новой России живут по-новому. Классика шоу-бизнеса того времени. Трюки с лишними билетами. Я сама левые билеты делала, когда дискотекой занималась. А как еще было? За одну дискотеку зарабатывала столько, сколько зарабатывала в месяц. Проданные билеты кассир приносит сюда, обратно в кассу. Затем достает из ящика припрятанный утюг. И вот так вот начинает проглаживать до тех пор, пока они снова не выглядят как новые. А потом опять пускают их в продажу. Простой каменщик, снабженец в Ставропольском колхозе, а позже замдиректора Рязанской областной филармонии Андрей Разин в конце 80-х приезжает покорять Москву. Андрей Разин в Москве появился благодаря мне. У меня тогда была свободная должность помощника режиссера. То есть это человек, который там подай, принеси и так далее. Но в роли мальчика на побегушках будущий продюсер задерживаться не собирается. Вскоре он уже концертный администратор «Миража». Он, правда, везде говорит, что он создал «Мираж», но это смешно на самом деле. 90-е годы наука в России оказалась забыта государством. Академики и профессора тысячами уезжают за границу. Те, кто остается, становятся нищими. Города Санкт-Петербурга находится на грани банкротства и интеллектуальной гибели. А в Великобритании в 96-м году наука совершает чудо. 5 июля на свет появляется овечка Долли, первый в истории клон млекопитающего. Клонирование – это будущее человечества. Теперь мы стали почти наравне с богами. Слово «клон» прочно входит в языки всего мира. Но в российском шоу-бизнесе шутят остряки. Это явление появилось намного раньше. Просто не знали, как оно называется. Группа «Мираж» в буквальном смысле была «Миражом». Исполнители менялись, а голос звучал один и тот же. Голос студентки консерватории Маргариты Суханкиной. Вроде фамилии нет, и вроде как бы потом предъявить-то нечего. Уже по закону ничего не скажут. «Мираж» и «Мираж», а кто там чего. В погоне за сверхприбылью создатель «Миража» Андрей Летягин клонирует группу. Он до сих пор гордится своим ноу-хау. Еще я считаю, что мало «Миражей» было. То есть я бы их сделал штук 50 или по одному в каждом городе. В каждой группе своя вокалистка. Ирина Салтыкова, Наталья Ветлицкая. Спрос на «Мираж» растет. Летягину постоянно требуются новые кадры. Днем 14 мая 1988 года горничная киевская гостиница Братислава Таня Овсиенко заходит в номер 124. Девушка застилает постель, протирает зеркало. Неожиданно в номер входит молодой человек. пристально смотрит на Татьяну и делает ей предложение выйти на сцену. Пикса надыбала. Флайер на сейшн. Развела предков на бабки. В шнурке отмазались мизерно. Поканала на выдачу, но талон не выбила. Побазарила на воротах. Галя полный. В комке взяла поево. Перетерла с ментом. Откинула тару, подогнали место. Круто оттопырилась. Андрей Разин станет достойным продолжателем дела «Миража». Поначалу он обзаводится нужными знакомствами и полезными связями. Он подходил, договаривался с водилами. Без 10-6, когда заканчивается в Останкина работа, он подъезжал на чайке за 10 рублей. Открывал дверь так, делал вид, что разговаривает с водителем, пока изумленные редактора проходили мимо. Во время очередной командировки в купе поезда Разин слышит незнакомую песню. Попутчик рассказывает, певца зовут Юра Шатунов. Он детдомовец. Разин решает, это его шанс. 21 февраля Юра облачается в хоккейную форму и выходит на лед. На хоккейной площадке форвард детской команды Шатунов отрабатывает свой коронный удар. Он подгоняет шайбу к воротам и делает щелчок. Это была последняя забитая им шайба. В Оренбургский детский дом номер два приезжает самоуверенный молодой человек. Его зовут Андрей Разин. Было у него письмо с собой. В письме три ошибки было. Я сразу почувствовала, что это письмо что-то не левое письмо. С детских лет Андрей Разин хранит эту фотографию. 15-летний Андрюша с мамой генерального секретаря Марии Пантелеевной Горбачевой. Снимок Разин всегда носит с собой. Он делает его племянником первого человека в стране. Трюк срабатывает и на этот раз. 1990 год. Продовольственная корзина гражданина СССР. 800 граммов колбасы. Один килограмм сахара. 300 граммов масла. Пять пачек сигарет. 10 коробков спичек. И одна бутылка водки. Или две бутылки вина. Но купить это можно только по талону. В очереди на кухонный гарнитур или мягкую мебель приходится стоять около года. На покупку машины по 5-7 лет. А в это время молодые ребята из группы «Ласковый май» гастролируют по Союзу. Перелетая из города в город на собственном самолете. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Вы видите уникальные кадры. Андрей Разин и Юра Шатунов снова в Оренбургском детском доме. Ищут новых солистов. Спасибо. У меня что? Так. Ему даже больше не можно. Молодец, спасибо. Долос то, что надо. Кассовый. И рост кассовый. Разину нужны сверхприбыли. И он доводит идею клонирования группы до абсурда. По стране одновременно разъезжают 12 составов «Ласкового мая». Все поют голосом Юры Шатунова. Так, это что такое? Мелкие звезды работали по... Ну, например, Юра и я. Мы работали только в «Миллионниках». Я считаю, что это не афера, потому что концерты состоялись, люди пришли, заплатились 3 рубля, и то, что хотели, они на 3 рубля увидели. На некоторые гастроли Разин выезжает вообще без коллектива. Он просто вот в городе, да, находил там мальчиков, там, хочешь в «Ласковом мае» там работать? Да, хочу. Вот сегодня будешь там работать. Именно в это время вдохновленные опытом настоящих продюсеров появляются и мнимые двойники известных певцов и групп. Даже предприимчивые американцы, я думаю, если они об этом узнают когда-нибудь, они будут кусать, конечно, себе локти, что они вот там «Ганс и Розы» какие-нибудь, или «Аэросмит», или «Роннинг Стоунс» не додумались. Вот до такой замечательной истории расплодить много-много миков-джагеров и одновременно, значит, их отправлять по всему миру. 96-й год. В Москве единственный концерт короля поп-музыки Майкла Джексона. Многие до последнего не верят в саму возможность приезда певца. Билеты раскупают только после того, как самолет поп-идола садится в московском аэропорту. Джексону оказывают прием на высшем уровне. Самый дорогой подарок от главы президентской охраны Коржакова – сабля с монограммой Николая Второго. Правда, саблю певцу вывезти не дадут. Уникальное оружие конфискуют на таможне. Правила существуют, и для всех одинаковые. Это за границей. В концертных шоу обилие спецэффектов, яркие костюмы, постановочные номера. А у нас устроить подобную феерию можно только с помощью подручных средств. Например, сценический дым делали так. Брали хлорид аммония, добавляли нафталин, а потом обычный уголь. И перемешивали. Дым-машина по-русски готова! 97-й год. По всему Тольятти сенсационные афиши. В город едет знаменитая немецкая группа «Скутер». Организатор – местный продюсер Вадим Хаблов. За несколько дней до шоу он неожиданно исчезает. В день концерта стадион переполнен. В назначенный час на беговой дорожке появляется роскошный автомобиль. Лимузин въезжает в эти ворота. Но вместо того, чтобы сделать круг подсчета перед зрителями, он сразу направляется к сцене, которая находится вот здесь. Звучит приказ – отойти и пригнуться. Не обращая ни на кого внимания, звезда выбегает на сцену. Из машины выбегает молодой человек со светлыми волосами. Нездоровый с публикой он начинает концерт. Очередность песен, как на компакт-диске «Скутера». Толпа начинает нервничать. Там никаким «Скутером» не пахло, его близко там не было. Там был сам Вадим. Тогда мы все потом поняли, почему он исчез за несколько дней до этого шоу. Он просто исчез, чтобы немножко поменять внешность. В самый разгар концерта диск с фонограммой заедает. Солист паники спрыгивает со сцены, садится в машину и исчезает. Чтобы определить, кто исполнял роль солиста «Скутера», оперативники проанализировали две видеопленки. Вот одна из них. Запись сделана за год до происшествия. Присмотритесь к человеку на клавишах. Это и есть пропавший Вадим Хаблов. А это уже солист настоящей группы «Скутер» «Эйч Пи Бакстер». Согласитесь, ничего общего. Милиционерам удается взять показания даже у «Эйч Пи Бакстера». Солист «Скутера» впервые слышит о городе Тольятти. Я никогда не был в этом доме. Да, всему виной день. Это действительно криминал. Вадим Хаблов задержан и приговорен к пяти годам заключения. Но его печальный опыт других мошенников не останавливает. Ради больших денег они готовы почти на все. Человеческая жизнь здесь в расчет не берется. Он умер, когда ему было 32 года. В полном забвении. А в начале 90-х его песни гремели на всех дискотеках страны. Девочка моя, слегка настоящая. С этой песней Женя Белоусов становится кумиром девчонок всей страны. У певца есть жена и двое детей. Но продюсеры придумывают ему имидж сказочного принца. Успех феноменальный. В каждом городе аншлаг. И толпы фанатов, которые готовы оплатить любой банкет. Я, конечно, любил выпить человек. Выпить мы, конечно, все любили. Что-то последнее. Ну, наверное, был предпоследний. Это музыкант Александр Белоусов. Брат-близнец певца. На детских фотографиях их почти нельзя отличить. Сегодня он признается. Его брат – это легенда, раскрученная по законам шоу-бизнеса. Всю жизнь Женя мечтает играть другую музыку. В итоге певец срывается в алкогольный штопор. От него можно было ожидать все, что угодно. От стрельбы в гримерках, из пистолетов, до езды по встречной полосе в Садовому кольцу. Продюсеры объявляют певцу о том, что он – отработанный материал. В следующий раз о Жене Белоусове вспомнят только после его смерти. Есть официальная причина кровоизлияния в мозг. Врачи говорят, мог еще 20 лет прожить. На сцене Женя Белоусов. Встречайте! Это тоже Женя Белоусов. Александр назвал своего сына в честь погибшего брата. Младший Белоусов тоже мечтает стать звездой. С тех пор, пока российские чиновники не будут своей задницей ощущать всю прелесть российских дорог и автомобилей, я думаю, поднять экономику страны будет просто невозможно. В 97-м году вице-премьером российского правительства назначен Борис Немцов. Он сходу заявляет, что намерен пересадить всех чиновников с иномарок на отечественные машины. Когда эта затея проваливается, берется за социальные проблемы. Вот с пенсиями разобрались. Следующий вопрос зарплаты. Обещаю. На деле все иначе. Бюджетники, особенно в провинции, не видят денег месяцами. Один из самых одаренных ученых страны, математик Юрий Маматов, не выдерживает нищеты и унижения. 16 декабря 97-го года он покончил с собой, выстрелив в голову из охотничьего ружья. Пропало желание? Заплати налоги и живи спокойно. С 1 января 97-го года в стране вводятся налоговые декларации. Но заполнять их никто не торопится. Правительство решает начать с артистов. На всю страну объявляют имена звездных должников. Возглавляет список Филипп Киркоров. Я не жалел денег. Я не понимал, за что. 29 сентября 97-го года глава государственной налоговой службы Александр Починок публично встречается с элитой шоу-бизнеса. Я живу в доме. И дом такой, что я не знаю, что мне делать. А здесь вот люди, которые исполнили огромное количество шиберов. Всенародные. Всенародные. Которые получили за это нулевое вознаграждение. Способов скрыть налоги очень много. Второй комплект билетов – это святое дело. Завышение количества непроданных билетов. Занижение емкости залов. Занижение количества концертов. Деньги от спонсоров прямо в мешках. В чем угодно. В коробках экспрессерок. Чуть позже Киркоров налоги заплатит. Полтора миллиона рублей, где-то 250 долларов по курсу того времени. Но далеко не всегда в лихие 90-е. Столкновение властных структур и музыкантов заканчивалось столь безоблачно. Ласковый май прекращает свое существование на пике популярности. Только сегодня директор группы признается – весной 91-го над ним сгустились тучи. При смене кабинета Михаила Сергеевича, когда у него проводился обыск, случайно совершенно один из руководителей аппарата вынес это письмо и мне его продали. И там четко его рукой написано, где Киркоров просит применить ко мне высшую меру наказания, стоит его рукой написано слово «Согласен». Подсчитав доходы ласкового мая, следователи решают найти нелегальные разинские миллионы. Участники группы рассказывают – в 91-м проходят массовые аресты и допросы всех, кто имел отношение к ласковому маю. Я просидел сутки, а многих оставили там, кто полгода просидел. Самого разина не трогают, наверное, побаиваются. После долгих задушевных бесед с задержанными, оперативникам удается выяснить адрес той самой квартиры, где деньги лежат. Миллионы там в квартире. Просто заходишь, мне, как ребенку, эти деньги были вообще так, ну, лежат в мешке с деньгами, дай бог с ним. Тогда разин решает опередить следователей. Счет идет буквально на часы. Грузили часов пять. Ну, полная кара с деньгами, вы можете представить. После этого инцидента разин на всякий случай группу распускает. Ласковый май доказал – стать суперзвездой можно без слуха и голоса. Когда будет наконец-то в нашей стране создан памятник фанере и клонирование под фанеру, конечно, этот памятник должен быть поставлен Андрею Разину. Грамотно выстроенный имидж и хорошая фонограмма. Этот рецепт приготовления супергруппы дополнили и выбросили на рынок уже другие продюсеры в совсем другое время. Фонограмма – неотъемлемая часть шоу-бизнеса начала 90-х. Она далеко не всегда хорошего качества. Популярные группы прилетят по стране и возят с собой вот такие кассетки. Фонограмма существует и сегодня, но только там, где она необходима технически. Для записи видеоклипов и телевизионных концертов. А фанера, как символ отчисленного шоу-бизнеса, позволяющая делать миллионы из ничего, навсегда осталась в лихих 90-х. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова